Я вас благодарю за эту практику, за то, что в это раннее утро вы смогли провести вместе с нами и начать утро с практики йоги. Возможно, по завершении занятий вы чувствуете спокойное, умиротворенное состояние и чувствуете, что сегодня день пройдет очень качественно, здорово и эффективно. Тем не менее, это очень во многом зависит от вас. Мы с вами стараемся контролировать наш ум во время практики, стараемся учиться направлять его в разные части тела, убирать мысли и контролировать дыхание. Но тем не менее, когда в повседневной жизни мы сталкиваемся с обычными ситуациями, очень часто мы испытываем раздражение, эмоции, отрицательные эмоции иногда, и такое наше поведение, оно расстраивает или причиняет боль другим людям, часто нашим близким. Вот очень важно нам постепенно учиться, чтобы таких случаев было, во-первых, как можно меньше, а лучше, чтобы мы умели контролировать эти ситуации и их не допускать. Это не сразу получается, далеко не у всех, наверное, только просветленные существа способны контролировать себя на 100%, но тем не менее, мы будем стараться в течение сегодняшнего дня быть внимательными к тому, как мы проявляем себя, что мы делаем, что мы говорим другим людям и стараться не причинять им боль, а причинять больше пользы. Традиционно домашнее задание. Я очень надеюсь, что вы будете его выполнять в течение следующих дней и во вторник мы с вами встретимся, вы расскажете о ваших достижениях. Мы продолжаем, во-первых, делать манипуляции с животом. Это или агнесаракрия, или наули. Я в течение занятия сегодня вам показывала еще некоторые элементы, которые вам помогут все-таки почувствовать эти прямые мышцы, выделять их и далее работать. Также мы с вами добавляем упражнения для глаз. Мы делаем ту разминку, которую выполняем в течение практики сегодняшней. Пробуем выполнять это хотя бы один раз в день. Если у вас получится делать чаще, например, в перерывах вашей деятельности или когда вы стоите в пробке, пожалуйста, добавляйте. Очень важно не выполнять упражнения для глаз, когда вы ведете машину. Когда ведете, тренируйте умное сосредоточение на дороге. Но упражнения для глаз выполняем или в пробке, или когда устраиваете себе пятиминутный отдых от вашей компьютерной деятельности. И третье упражнение уже для тела. Как мы будем выполнять, мы сделаем небольшой перерыв с поперечным направлением и поработаем сегодня с продольным. Покажу вам сейчас несколько упражнений, которые нам нужно выполнять в течение этих дней. Они будут выполняться из положения лежа. Итак, вы ложитесь на спину, поднимаете одну ногу, старайтесь ее выпрямить. Берете ремешок и ремешком захватываете эту ногу. Захватываете таким образом, чтобы у вас руки остались прямыми. Старайтесь пяточкой упереться в ремешок. Далее, следующим движением вы руки уводите за голову. У всех будет по-разному получаться. У кого-то получится натянуть лишь таким образом, у кого-то уже более глубоко, у кого-то получится руки опустить за голову на пол. Вот мы с вами стремимся к этому движению. Итак, мы выходим в крайнее положение. Первое, второе или третье. И дышим. Выполняем это упражнение минимум минуту. То есть минимум минуту мы лежим в таком положении. Вы можете таймер себе поставить на телефоне или же поставить с утра. Песочные часы на минуту, я думаю, можно достать. И лежите в этом положении. Если получается больше, если вы не ограничены во времени, то три минуты. Очень хорошо. Далее вы берете и меняете ногу. Вторая нога. Обратите внимание, что свободная нога у нас согнута. У нас облегченный вариант, поэтому не нужно выполнять пока полный вариант. Мы пока только осваиваем. Левая нога согнута, правая прямая или в таком варианте, или второй вариант. Или уводите назад руки и кладете их на пол. Нога прямая. Очень важно, чтобы вытянутая нога вверх была прямая. Также одна минута или три минуты. И третье упражнение. Две ноги. Вы также держите. Важный момент. Прямые руки, прямые ноги. Даже если пока вот такой вариант, все равно мы его держим. Натянули. Второй вариант. Или полный вариант, когда руки вы уводите назад и кладете на пол. И в этом положении держим также минуту или три. Вот такое выполнение этих трех вариантов поможет вам, во-первых, приблизиться к наклону, как из положения стоя, так и из положения сидя. И также постепенно готовить ноги к выполнению продольного шпагата ханаманасана. Я надеюсь, вы будете находить несколько минут в день для того, чтобы выполнять это упражнение каждый день. Здесь не существует никаких противопоказаний, поэтому отговорки, что у меня были какие-то сложности, не принимаются. Это положение лежа, наше любимое положение. Здесь не нужно сильно напрягаться. Я надеюсь, что вы найдете возможность выполнять это упражнение и поделитесь своими результатами. Вам успехов в практике и до встречи в следующий вторник. Благодарю. Ом.